Здравствуйте, в эфире новости в студии Артемия в Нью-Йорке Лиза Каймина. Вначале коротко о главном. Годовщина Фергюсона. Спустя год после гибели Майкла Брауна в Миссури новые беспорядки. Введено чрезвычайное положение. Кровная месть. Дональд Трамп сделал скандальное заявление, оскорбившая женщин, как это отразилось на его рейтингах. Шумер против Обама. Будущий демократов в Сенате проголосует против ядерной сделки с Ираном. И болезнь легионеров в Нью-Йорке. Еще двое умерших. Более ста инфицированных, но бояться нечего, заявил мэр Ди Блазио. В американском городе Сент-Луис в штате Миссури власти сегодня объявили режим чрезвычайного положения. Это стала реакцией на беспорядки, произошедшие в пригороде Сент-Луиса в городе Фергюсон. Накануне вечером там проходил митинг по случаю годовщины убийства чернокожего подростка Майкла Брауна белым полицейским. Акция переросла в вооруженное противостояние манифестантов и полиции. В перестрелке погиб один человек. Годовщине гибели Брауна была посвящена демонстрация в Нью-Йорке на площади Юнион-Сквер. Все подробности у Евгения Маслова. Манифестанты в Сент-Луисе по городу прошли сегодня маршем, скандируя жизнь чернокожих имеет значение. Годовщину гибели подростка афроамериканца Майкла Брауна от рук белого полицейского. В Миссури отмечают акциями протеста второй день подряд. Манифестанты взяли в кольцо здание федерального суда. С каждым выступлением напряжение в толпе нарастало. Мы хотим, чтобы они относились к нашим детям так же, как относятся к своим. Мы сегодня пришли сюда потребовать это и заявить об этом громко. Полиция начала аресты, как только манифестанты стали штурмовать заграждение и перекрыли вход в здание суда. События развиваются уже по знакомому сценарию и напоминают протесты Фергуса не год назад. Противостояние с полицией началось сегодня ночью. Мирная акция протеста Фергуса не завершилась погромами. Стражи порядка попытались разогнать несколько десятков демонстрантов, блокировавших одну из улиц. В этот момент прозвучали выстрелы, в том числе по полицейским машинам. Стрелявший был ранен ответным огнем, доставлен в больницу в критическом состоянии. Позже он скончался от полученных ран. Генеральный прокурор США Лоретта Линч сегодня комментировала события минувшей ночи в Фергюсоне, призвав не допустить очередной волны насилия и беспорядки в Сент-Луисе и его пригородах. Я категорически осуждаю насилие против всех, включая стражей порядка. Последние годы показали, что насилие не только сводит на нет все посылы мирных протестов, но также ставит под удар общество. Включая и полицейских, которые обеспечивают порядок на этих демонстрациях. В Нью-Йорке накануне акции протеста проходили на площади Юнион-Сквер и у спортивной арены Барклайс-центр в Групплине. Люди также скандировали. Жизнь чернокожих имеет значение. Несколько человек устроили лежачий протест. Манифестанты пытались перекрывать улицы, и двое из них были задержаны полицией. Но в целом акции проходили спокойнее, чем в штате Миссури. Сегодня в Нью-Йорке обошлось без манифестации. Многое теперь будет зависеть от событий в Фергюсоне, где власти объявили чрезвычайное положение. США пытаются подвести итог к году, прошедшему после событий в Фергюсоне. Что изменилось и как, задается пресса вопросом. Выводы, похоже, сделаны и проблема обозначена в масштабах всей страны. Но напряжение в обществе осталось. Митинги в Фергюсоне и в Нью-Йорке это подтвердили в очередной раз. Евгений Маслов, Лев Чеснов, телекомпания RTVI, Нью-Йорк. Число арестованных в Фергюсоне идет на десятки. По последним данным задержано 56 участников беспорядков. Главным героем политических новостей в США остается Дональд Трамп. Кандидат президента США от республиканской партии, похоже, нашел выигрышную формулу. Он делает скандальные заявления, его ругают оппоненты, его рейтинги растут, их падают. По данным сразу двух новых опросов, нью-йоркский миллиардер вновь увеличил отрыв от соперников. Согласно агентствам Reuters и Ipsos, Трампа поддерживают 24% избирателей, отдающих предпочтение партии Слона. Его ближайший преследователь Джеб Буш получает в два раза меньше голосов. Неделю назад Буш набирал 17%. Еще хуже обстоят дела противников Трампа по данным опросов Morning Consult. Трамп 32% на 7 пунктов больше, чем неделю назад. У Буша 11%. Трамп набирает больше голосов, чем следующие три кандидата вместе взятые. Опросы проходили после первых теледебатов республиканцев с четверга по воскресенье. Ранее Трамп вызвал шквал критики в свой адрес, оскорбив телеведущую канала Fox News Меган Келли, которая вела теледебаты в минувший четверг. Трамп решил, что она была агрессивно настроена по отношению к нему. Поэтому, когда она задавала ему вопросы, у нее цитата «шла кровь из глаз и отовсюду». До Трампа набросились однопартийцы. В субботу его исключили из числа участников авторитетного консервативного форума Red State. Сегодня Трамп заявил, что не собирался намеренно оскорбить Келли. Он имел в виду, что кровь у нее шла из носа. А все, кто думают иначе, извращенцы, заявил Трамп. Очередной скандал с участием Трампа сегодня прокомментировала ведущая кандидата «Демократов». Хилари Клинтон заявила, что в том, что касается отношения к женщинам, между Трампом и другими республиканцами нет существенных отличий. В то время как слова Дональда Трампа в адрес Меган Келли возмутительны, то, что остальные республиканцы говорят о женщинах, также возмутительно. Они хвалятся тем, что урезают ассигнование на женское здравоохранение. Они говорят, что жертвы изнасилования должны вынашивать детей своих насильников. И ни один из них не выступает за повышение минимальной заработной платы, оплачиваемые декретные отпуска, доступ к детским садам, равную оплату труда для женщин и мужчин или любое другое предложение, которое помогло бы женщинам добиться успеха. Сегодня же в штабе Клинтон назвали главных конкурентов на выборах. Самыми опасными для нее кандидатами являются экс-губернатор штата Флорида Джеб Буш, губернатор Висконсина Скотт Уолкер и флоридский сенатор кубинского происхождения Марко Рубио. Госдепартамент США выступил с комментарием относительно нападения на американское консульство в Стамбуле. Никто из американского персонала не пострадал, когда женщины открыли стрельбу по сотрудникам полиции, охранявшим депмиссию. Об этом заявил представитель Госдепа Джон Кирби. По его словам, уже завтра депмиссия США в крупнейшем городе Турции вновь откроет свои двери для посетителей. Расследованием занимаются турецкие власти. Инцидент произошел рано утром в понедельник. Я проснулся от звука выстрелов и подошел к окну. Около консульства стояли две женщины с сумками. Одна стояла с пистолетом, но не стреляла. Другая при мне выстрелила 4-5 раз в сторону полицейских и представителей консульства. После короткой перестрелки с охраной нападавшие скрылись. Одна из них задержана. Ответственность за фронт. Ее представители называют себя противниками США и НАТО. Планируют захватить власть в стране и ввести режим с марксистско-ленинской идеологией. Нападения на депмиссию связывают с тем, что США начали использовать турецкие авиабазы для нанесения ударов по боевикам группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке. Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чак Шумер официально заявил, что не поддержит президента Обама в вопросе заключенной ранее сделки по иранской ядерной программе. Напомним, для преодоления президентского вета, которым Обама обещал при необходимости воспользоваться, республиканцам в Сенате США потребуется две трети голосов. На сегодняшний день Шумер первый и единственный демократический сенатор, выступивший против договоренности между Ираном и странами Запада. Когда речь идет о таких трудных решениях, как это, необходимо изучить вопрос очень внимательно. Нужно сделать вывод, исключить давление на свое решение со стороны партии, политической идеологии и только тогда поступить так, как считаешь правильным. Именно так я и сделал. Я намерен отвергнуть одобрение иранской сделки. Шумер – самый высокопоставленный еврейский политик в Вашингтоне и будущий лидер демократов в Сенате. Сейчас он второй в партийной иерархии после лидера меньшинства Гарри Рида, который скоро покидает свой пост. Помимо голоса Шумера, противникам сделки с Ираном нужны голоса 13 сенаторов-демократов, чтобы заблокировать договор. Вы смотрите новости на канале РТВА и далее выпуски. Медийный скандал в Грузии. На имущество самой влиятельной телекомпании страны наложен арест и болезнь легионеров в Нью-Йорке. Еще двое умерших, более ста инфицированных. Но бояться нечего, заявил мэр Диблазио. Все это через пару минут на канале РТВА. Оставайтесь с нами.